От проблем повседневной жизни всегда хочется убежать. Виртуальный мир дает возможность хорошенько отвлечься и развлечься. Однако, эта цифровая благодать вскоре оборачивается жестоким обманом. Виртуальный мир заманивает в свои чарующие сети ничего не подозревающего человека. И как только игрок начинает верить в сказку на своем мониторе, виртуальность предстает перед ним во всем ужасном великолепии. Жуткая темнота, пугающие вспышки света, внезапные душераздирающие крики, шокирующие моменты, жестокие убийства, кровожадные чудовища и бесовской карнавал нечисти. Вот типичные проявления торжества компьютерной реальности. Выжить в ней могут либо самые стойкие, либо полные безумцы. Мы представляем вам самые злобные проявления электронной вселенной. В нашей программе вы узнаете обо всех самых кошмарных катаклизмах, самых нелепых трагедиях, безумных войнах и коварных злодеях. Вы поймете, что видеоигры — это не игрушка. Это отражение всего отрицательного, что есть в потаенных уголках человеческой души. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня мы вновь приглашаем вас на военное шоу. И будет оно еще более кровавым, чем раньше. Мы представим вам 10 самых разрушительных и смертоносных летательных аппаратов игрового мира. Все они прекрасно держатся в воздухе, отлично вооружены и невероятно опасны. Пристегните ремни. Во время полета трясти будет неслабо. Однажды простому индейцу Томи Давосе, живущему в Оклахоме, было уготовано судьбой защитить наш мир от космического вторжения. Мерзкая странствующая планета, именуемая Сферой, питалась жизнью похищаемых существ. А теперь она добралась и до Земли. Оказавшись в чужеродном мире Сферы, Томи услышал зов своих предков и принялся безжалостно уничтожать населявших его монстров. Конечно же, Томи действовал не голыми руками, а бил врагов их же оружием. Автоматами, плазмометами, а также истреблял их с помощью летающих капсул. В отдельных ангарах Сферы можно было сесть в некое подобие летающей кабины боевого назначения. Этот одноместный шаттл управлялся одной рукой и был оснащен двумя импульсными пулеметами вкупе с лучевой пушкой. Пулеметы по бокам ввели попеременный огонь довольно редкими выстрелами красноватой плазмы. А лучевая пушка испускала мощный энергетический луч, способный отрывать врага от пола и отбрасывать его на значительное расстояние, убивая после этого. Капсулы были не очень быстрыми, зато весьма маневренными, благодаря чему можно было вести огонь под любым углом. Чем Томи с радостью и пользовался, обстреливая мутировавших тварей или просто тараня их. Шаттлы, бороздящие внутренние просторы, враждебные сферы и спрей, открывают наш смертоносный летающий список. Только человек, познавший горечь поражения в войне, может почувствовать всю ненависть к своим завоевателям. Земляне, порабощенные силами Альянса из параллельного мира, не испытывали ничего, кроме отвращения к солдатам и роботам, разгуливающим по их родным городам, дерзким приказам и правилам, раздававшимся повсюду из громкоговорителей. И чужеродным боевым кораблям, патрулирующим покоренные небеса. Эти летательные аппараты выглядели особенно отталкивающе. Мерзкие гибриды живых организмов и боевых вертолетов. Они были предназначены для подавления всяческого сопротивления и атаки наземных целей. Передвигаясь за счет реактивных двигателей и огромных хвостовых лопастей, штурмовики развивали невероятные скорости и были чрезвычайно маневрены. Каждый из них был вооружен скорострельной импульсной пушкой и мощным орудием искривления пространства. Эти псевдоразумные киберорганизмы обычно летали парами для обеспечения взаимной безопасности. Их бронированные шкуры были совершенно неуязвимы для мелкокалиберного оружия и уничтожить их можно было лишь тяжелым вооружением, например, гранатометом. Однако это было сделать совсем непросто. Боевые корабли умели сбивать на подлете направленные на них ракеты и мгновенно переключали свою огневую мощь на обидчика. Квази-живые летающие штурмовики из Half-Life 2 зорко патрулируют девятую ступеньку самых смертоносных летательных аппаратов виртуальности. Это чудо советской инженерной мысли, названное в честь знаменитого революционера Сергея Кирова. Оно стало ужасом американцев с самого начала Второй Советской войны. Когда несколько эскадрильей, гигантских дирижаблей появились в американском небе, землю накрыла тень. Кажущаяся уязвимость из-за неповоротливости и медлительности была обманчивой. Эти бронированные тихоходы были не по зубам большинству вражеских боевых единиц. Зато когда дирижабль попадал на вражескую территорию, матерям и женам солдат, оказавшихся в этом неудачном месте, можно было сразу высылать похоронки. Бомбы-снаряды сыпались на их головы, как огненный дождь, сеющий смерть и разрушение. Не зря на корпусе Кирова была изображена акула. Боевые дирижабли, словно голодные хищники, истосковавшиеся по мясу, превращали поле боя в охоту за дичью, устраивая настоящую кровавую вакханалию. И горе было вражеской армии, если на вооружении у нее не было средств ПВО. Ведь только так можно было остановить разбушевавшихся воздушных монстров. Гордость советской армии, боевые дирижабли Киров и серии Command & Conquer Red Alert стоят на страже восьмого места списка самых смертоносных летательных аппаратов виртуальной вселенной. Так уж получилось, что в виртуальном мире рожденный летать автоматически рожден убивать. Мы продолжаем обратный отсчет самых смертоносных летающих средств по ту сторону экрана. Ну и как я вам? Мы все еще живы, лейтенант. Ты молодец. Они еле выжили на этом проклятом острове Лингшан. Вся команда огромного авианосца Конституция, находившегося совсем рядом, была зверски убита пришельцами. Впрочем, Номаду, Психу и Елене тоже досталось. Им пришлось отбиваться сначала от паукообразного инопланетного механического монстра, а потом от гигантского летательного аппарата. Ты должен убить ее, папа! Это был космический корабль из полинских размеров, от одного вида которого спина покрывалась холодной спариной. Он был похож на чудовище, обладающее невероятной силой. Уродливая пасть, мощный торс, широкие плечевые суставы. Казалось, что у трех человек не было никаких шансов на выживание. И пройдя через ледяной и тропический ад, они навсегда останутся на этом острове. Мощнейшие орудия, испускающие лучи замораживающей энергии, покрывали все огромное тело корабля. Словно пчелы-воины, защищающие матку, вокруг него летали десятки агрессивных созданий, похожих на те, что кишели на Лингшане. Но каким-то чудесным образом им удалось найти Ахиллесову пету этого гада, и друзья все-таки его уничтожили. Огромный монстроподобный корабль пришельцев из Крайзис находится на седьмом месте нашего списка смертоносных летающих объектов. Это была праведная война. Земля давала самый отчаянный отпор инопланетным безумцам. Религиозные фанатики, называвшие себя конвенантами, объединились под идеей великого путешествия, священного покорения всех планет в галактике. К этой миссии конвенанты были великолепно технически подготовлены. Богатство их межзвездного, воздушного и наземного транспорта настолько впечатляло, что они казались непобедимыми. Но основными и самыми мощными кораблями захватчиков были огромные штурмовые авианосцы, длиной в несколько километров. Будучи флагманскими кораблями, предназначенными как для захвата целых планет, так и для битв в космосе, они были прекрасно вооружены. На их борту стояли многочисленные импульсные лазерные батареи, плазменные торпедометы, несколько тяжелых энергетических излучателей. Все это оружие охотно пускалось в ход, чтобы массово уничтожать любые объекты. В недрах этих носителей находились многочисленные десантные корабли, танки, легкие истребители, а также целые дивизии пехоты. Используя гравитационные лифты, солдаты конвенантов тысячами десантировались на Землю и вершили свой смертоносный поход. Высокий статус штурмовых авианосцев подтверждался еще и тем, что на них по галактике перемещались лидеры конвенантов, так называемые пророки, стоящие во главе этого космического кровопролития. Гигантские штурмовые авианосцы, прекрасно вооруженные платформой конвенантов из серии «Халла» вероломно вторглись на шестую позицию сегодняшнего топ-листа. Когда Землю раздирали войны за ужасный и ценный радиоактивный минерал «Тибериум», в ожесточенное противостояние войск GDI и братства Нот вмешалась третья сторона — инопланетная раса «Скрин». Эти существа не преследовали цели поработить Землю. Им нужен был только Тибериум. Естественно, его месторождение приходилось отбирать у землян. И для этого скрины превращали огромные территории в непригодные для жизни людей красные зоны. Осуществлялись эти адские процедуры с помощью кораблей-маток, вторгавшихся в атмосферу Земли. Огромные кольцеобразные базы зависали высоко в воздухе и пускали в ход свои катализаторные пушки. Сильнейший энергетический луч ударял по поверхности планеты, и возникающая цепная реакция испепеляла все, что находилось на многие мили вокруг. Одного такого залпа было достаточно, чтобы превратить, например, швейцарский город Берн в один обугленный кратер. Ни одна структура не могла противостоять такому разрушительному оружию. Однако у кораблей-маток был один существенный недостаток. Они были крайне медлительными и имели слабую защиту, что и позволяло эскадрильям сил GDI или Братства Нот сбивать этих неповоротливых гигантов, давая себе надежду на спасение. Летающие крепости-разрушители корабли-матки из Command & Conquer Tiberium Wars зависают над пятым местом нашего смертоносного табеля. Когда командир Шепард, прибыв в цитадель после задания на планете Иден Прайм, доложил о предательстве Тури Анина Сарена, члены Совета ему не поверили. Однако приведенные факты пролили свет на страшную пугающую тайну. Причиной такого вопиющего поступка являлся Властелин, корабль Сарена. Это был не обычный летающий транспорт, а загадочное существо, представитель высшей расы пожинателей, жестокой и беспощадной. Обладая способностью контролировать разум органических существ, Властелин использовал Тури Анина для решения своей главной задачи открыть портал в цитадели. Через эти врата должна была хлынуть армия пожинателей, которая уничтожила бы все живое в галактике. И вот наступил тот день, когда корабль с Сареном на борту в сопровождении многочисленной армии гетов напали на галактический флот. Властелин, напоминающий скорее какого-то ужасного монстра, нежели космическое судно, был невероятно мощен. Гигантских размеров из полин с легкостью прорубал себе дорогу сквозь оборонявшиеся корабли. Проникнув в самый центр цитадели, он уже приготовился к открытию портала. И лишь усилиями командора Шепарда, одолевшего Сарена, удалось предотвратить катастрофу. Невообразимо ужасные возможные последствия вторжения пожинателей позволили мощному кораблю существу-властелину из Mass Effect занять четвертую строчку нашего хит-парада. Пройдет буквально пара мгновений и перед вами предстанет тройка самых разрушительных и мощных летающих транспортных средств. Они созданы вовсе не для защиты, а для нападения. Дерзкого, быстрого и непременно успешного. Не переключайтесь. В цифровом измерении слово «летательный» является однокоренным слову «летальный». Над вашими головами зависла страшно интересная тройка технических средств массового уничтожения. Смотрите и ужасайтесь. Мазершип, флагманский корабль, супероружие протосской армии с феноменальными разрушительными возможностями. Эта летающая крепость уничтожала все на своем пути. Неважно, будь враг на земле или над ее поверхностью. Военные базы и заводы, турели и ракетные установки, бронетехника и живая сила словно масло от раскаленного ножа плавились под действием мощнейших лазерных лучей. Не сдобровать было и многочисленным летающим врагам. Армада самых навороченных космических крейсеров могла за считанные секунды исчезнуть в никуда. Черная дыра, создаваемая флагманским кораблем, беспощадно засасывала корабли. Но самым ужасным являлось то, что этого боевого монстра было невозможно уничтожить. Приводя в действие временную бомбу, этот воздушный титан становился практически неуязвимым. Снаряды и ракеты, пущенные в него, замедлялись и останавливались, не долетая до цели. А потом просто осыпались беспомощной грудой металлолома. И лишь в затяжных боях, когда энергия крейсера иссекала, он становился легкой добычей для армии противника. Флагманский корабль из Старкрафт-2 благодаря своей феноменальной разрушительной силе и неуязвимости по праву становится бронзовым призером поединка самых смертоносных летательных аппаратов вселенной видеоигр. Давным-давно в далекой-далекой галактике бушевали звездные войны. Жестокий и бессердечный тиран Палпатин на костях строил свою галактическую империю. Его кровавый режим поддерживался невиданной в истории военной машиной, при которой было изготовлено просто немыслимое количество звездных кораблей. Они получили название звездных разрушителей. Получившим титул суперзвездного разрушителя стал аппарат класса Палач. Он достигал 19 километров в длину и был способен в одиночку противостоять целому флоту повстанцев. Вооружение Палача одним своим количеством было способно повергнуть в трепет любого. При желании Палач мог превратить любую планету в безжизненную пустыню, либо просто разнести ее на астероиды. На Палаче могло находиться более тысячи истребителей, обеспечивающих ему надежное прикрытие со стороны. Все это было более чем серьезным аргументом в боях. Уничтожить такую махину удалось только изнутри, что и проделали в свое время рыцари-джедаи. Настоящее технологическое чудовище звездный уничтожитель Палач из серии Star Wars сегодня властно обосновывается на втором месте хит-парада. Что же за оружие воспарило над первым местом? Какому из аппаратов суждено войти в историю как наиболее смертоносному? Об этом вы узнаете после того, как мы еще раз просмотрим технические паспорта девяти претендентов на пальму первенства. Десятом в гонке вооружений значатся шаттл из Прей, перемещающийся внутри полупланеты сферы и способный истребить все живое на своем пути. На девятом месте воздух рассекают штурмовики из Half-Life 2 мгновенно подавляющие всякое сопротивление. Восьмую строчку занимает чудо отечественной инженерии дирижабль Киров из Command & Conquer Red Alert. Седьмая позиция удерживается монстроподобным боссом кораблем инопланетных пришельцев из Crysis. На шестую ступень вторгся штурмовой авианосец сообщества рас-конвенантов из Хала Грозный и Величественный. Пятое место выжжено кораблем маткой из Command & Conquer Tiberium Wars прилетающий за сбором ископаемых и уничтожением городов. Под номером четыре проходит а точнее пролетает Властелин из Mass Effect полуразумный корабль открывающий смертоносный портал в наш мир. Тройку призеров открывает флагманский корабль из Starcraft 2 которому не страшны никакие атаки противника. Серебро за разрушительность получает имперский суперзвездный разрушитель с говорящим названием Палач из серии Star Wars уничтожающей целые флоты. А теперь покоритесь мощи вселенских уничтожителей наше первое место. Звезда Смерти Чудовище Небес Убийца Солнца Так разные народы называли Титанов гигантские корабли базы размеры которых были сопоставимы с размерами небольших планет. Эти монстры своей массой меняли циклы приливов и отливов на близлежащих планетах. Их огромная масса создавала настолько сильное гравитационное поле, что небольшие суда попадая в него теряли управление. Для постройки такой небесной крепости требовались чудовищное количество ресурсов и наличие огромного технологического потенциала. Только самые могущественные и развитые империи могли позволить себе такую роскошь. Но оно того стоило, ведь значение таких колоссов было трудно переоценить. Одно их присутствие могло поменять ход сражения, а то и целой войны. Мощнейшее вооружение позволяло не только расправиться с целой армией, но и уничтожить планеров. Невообразимая броня многометровой толщины была способна не только защитить важнейшие узлы, но и стать укрытием для собственного флота. Наконец, титаны зачастую становились транспортом, облегчающим дальние военные походы и исследования космоса. Неудивительно, что этих гигантов называли королями космоса. Только имея такого монстра на вооружении, можно было рассчитывать на господство в галактике. Корабли-базы Титаны из Ив-Онлайн своими чудовищными размерами заслужили авторитет в виртуальном мире и возглавили десятку самых разрушительных летательных аппаратов. Мы завершаем сегодняшний парад ужаснейших истребителей всего живого. Хвала земной науке за то, что она пока еще не изобрела такие летательные средства, иначе был бы нам конец. Ну, а пока все целы, мы будем продолжать ужасать вас самыми жестокими проявлениями компьютерного мира. И раз от раза вам будет страшно и интересно.